А наш гость уже есть. Здравствуйте, Алексей Собченко. Здравствуйте, Алексей, как вы меня слышите? Вы меня слышите? Здравствуйте, Алексей. Так, что-то у нас есть проблемы со связью. Что-то у нас явно есть проблемы со связью. Мы пытаемся их устранить. Поймите, мы работаем в режиме реального времени, в военное время. Поэтому не всегда получается хорошо и быстро подключиться к нашим спикерам. Ну, а я предлагаю тем временем обсудить повестку дня. Хотелось бы очень поговорить о заявлении человека, который объявлен в России персоной нон-грата. Его литературу запрещают, вопреки здравому смыслу. Я говорю сейчас о Фрэнсисе Фукуяме, которому запрещен и въезд на территорию Российской Федерации. Это профессор Стэнфордского университета. Он был одним из тех, кто открыто предупреждал о риске начала войны в России против Украины. Также Фрэнсис Фукуяма сделал ряд сенсационных заявлений в своем последнем интервью, которое опубликовало издание Bloomberg и Deutsche Welle. И вот в своем интервью он предположил, что будущее у России достаточно сложное. Но также он и высказался по поводу будущего Украины и Соединенных Штатов Америки. Что задумал Трамп? Почему и чем опасен Трамп у власти для США и НАТО как альянса? И есть ли будущее у НАТО при президенте Трампе? Если Трамп все-таки решится на пост президента? А вот об этих вопросах я бы хотела поговорить с нашим экспертом Алексеем Собченко, как только он присоединится. Что вы лично думаете о личности Трампа как президента Соединенных Штатов? Пишите в комментариях. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Боже мой, наконец-то мы с вами услышали друг друга. Так, вы перевернули камеру, и теперь я вас прекрасно вижу. Я вижу два и уважения по себе, но ладно. Это все не на самом деле. Итак, повторите, пожалуйста, ваш вопрос, потому что ушло время на технические настройки. Я вижу еще ваш палец. Вот, если вам удобно, как-то зафиксируйте телефон. Отлично, отлично. Смотрите, очень интересное интервью сегодня прочитала. Буквально вот пару часов назад оно вышло на Deutsche Welle. Власти Российской Федерации в конце июня запретили американскому политологу и философу Фрэнсису Фукуями въезд на территорию Российской Федерации. Но это ему не помешало отслеживать события между Россией и Украиной и делать свои прогнозы. Один из его прогнозов, это его цитата, что если Трамп придет ко власти, в США он будет продолжать пророссийскую политику. И, возможно, раскол в НАТО, потому что Трамп будет придерживаться мнения, что США надо выйти из Альянса НАТО. Почему он сделал такие выводы и что лично вы думаете об этом? Смотрите, здесь мы, как всегда, мне придется отвечать на несколько вопросов, поскольку происходит некое смешение жанров. Фрэнсис Фукуяма – это один из умнейших и интереснейших авторов, пишущих на тему политического устройства человеческой цивилизации и ныне живущих. Фрэнсис Фукуяма – это человек, который очень хорошо держит нос по ветру, и когда он общается с журналистами, он говорит те вещи, которые дадут ему возможность обеспечивать свой статус и публикации, и спрос на себя среди демократических СМИ. Поэтому я бы проводил разницу между Фрэнсисом Фукуямой – философом, и Фрэнсисом Фукуямой – человеком, который отвечает на вопросы журналистов или пишет те или иные статьи. Я лично, мне очень повезло, я общался с ним, и я помню, что мы с ним, я ему задал очень конкретный вопрос в тое время, и меня просто поразило, насколько его ответ не соответствовал тому, что я читал в его книгах. Возвращаясь к проблеме Трампа, Трампа, Россия и пророссийская политика для него находятся на 148 месте. Трамп в свое время, когда он баллотировался на пост президента на выборах 2016 года, то он, разумеется, говорил то, он пытался говорить нестандартные вещи. В частности, он говорил, что он будет разговаривать с Путиным, и он с Путиным договорится. Исходил он, это из того простого понятия, которое свойственно бизнесменам, что вот два бизнесмена о том, как бы они не враждовали друг с другом, они даже могут сесть и договориться, вот давай я тебе дам это, ты мне дашь это, и о чем-то найдет, будет найдена общая почва. Путиным Трамп так и не договорился, ни о чем. При Трампе были введены самые жесткие антироссийские санкции. При Трампе Украина получила джавелины, которых упорно и настойчиво ей отказывался давать Обама. Именно благодаря Трампу было остановлено российское наступление на Киев, потому что из-за каждого куста сидел Украин с джавелином. При Трампе были введены санкции, блокировавшие строительство газопровода «Северный поток-2». При Трампе страны НАТО вдруг сообразили, что им не надо рассчитывать на Америку, и что им надо как бы увеличить, что-то начинать делать свою защиту. Как сказала Ангела Мелькель, теперь мы поняли, что нам надо самим заботиться о своей защите. До Трампа западные европейцы имели обыкновение сокращать максимально все свои военные расходы за счет социальных благ, а основную нагрузку несла Америка. То есть благодаря Трампу, благодаря тому, что он оказал такое пугающее воздействие, европейцы хоть как-то стали чесать репу и стали задуматься. Они, конечно, не увеличили военные расходы, но, по крайней мере, они задумались о том, чтобы их увеличить. И о результате политики, которая господствовала в странах НАТО, и которую очень точно сформулировал мне один немецкий знакомый, То есть это все, пускай платят лохи американцы, мы же позаботимся о собственном благополучии. Ну, чтобы объяснить такую элементарную разницу, в Германии университеты бесплатны. В Америке университеты, родители платят за обучение своих детей десятки тысяч долларов. Как вы подумаете, почему? Потому что Германия не тратит ничего на свою оборону и полагается на то, что ее будут защищать США. Трамп попытался весьма ритикальным способом напомнить Германии о том, что, ребята, пора бы вам задуматься о своей собственной защите. Это первое, что я хотел сказать. Итак, когда пришел президент Байден, военная помощь в Украине сократилась сразу же. Санкции Северного потока были сняты, и попытки договориться с Россией были весьма-весьма активны, хотя Байдена никто не обвинял в том, что он агент Путина, в чем обвиняли Трампа. Если Трамп станет президентом, чем я очень сильно сомневаюсь, хотя я так уже часто ошибался, что лучше к моим сомнениям не прислушиваться, но если Трамп станет президентом, то он не будет преследовать то интересы России, интересы Путина, договоренности проведения пророссийской политики, будет наименьшим из его приоритетов, если и будет таковым вообще. То есть, по крайней мере, за первый срок он показал, что меньше всего его интересует попытка угодить России, в чем его дружно обвиняли его демократические оппоненты, по той простой причине, что когда Трамп победил на выборах Хиллари Клинтон, никто не мог поверить, что Хиллари Клинтон реально проиграла. Поэтому была придумана сказка о том, что это русские так организовали ему победу. Не мог президент Соединенных Штатов быть победителем на выборах в Америке благодаря помощи русских, китайцев, кастариканцев, кого угодно. Не мог. Это надо запомнить. Поэтому и в случае, если Трамп придет к власти опять, он слишком непредсказуемый человек, для того, чтобы сказать, какую политику он будет проводить. И Фукуяма, я, вы или любой из ваших зрителей не сможет предсказать, что он будет проводить пророссийскую политику. Вы знаете, у Фукуяма тоже еще есть, там очень большое интервью, и там очень много интересных предположений, интересных теорий. И вот он высказался по поводу опасности для Украины. Почему? Он говорит, что активная боевая фаза должна быть закончена этим летом. Есть две большие опасности. Первый тест ждет европейскую поддержку Украины. Следующей зимой мы тоже об этом очень сильно переживаем. Россия уже фактически прекратила поставки природного газа. И я думаю, что с тоснуплением холодов у Европы возникнет реальная проблема с тем, чтобы выйти на замену российскому газу. Вторая же опасность, та, о которой я уже упомянул. Сложность заключается в том, что поддержка Украины со стороны республики США США постепенно ослабевает. Как вы думаете, здесь он прав? Нет, и здесь, к сожалению, любимый мой, нояфу Куяма, не прав. Для того, чтобы решить проблему энергозависимости от российского газа, Германии, в частности, самой большой страны Европейского Союза и самой большой европейской экономики, всего-навсего нужно расконсервировать свои атомные электростанции, которые Ангела Меркель под давлением зеленых закрыла после того, как в далекой Японии случилось землетрясение и была подвреждена атомная электростанция Фукушин. Ничего похожего в Германии случиться не может. Германия не находится в сейсмической зоне. Но в угоду идеологическим потребностям левых, ну, всем этим вариантам Грета Томбек, Германия теперь отказывается от атомной энергии, которая экологически гораздо более чистая, чем сжигание природного газа, получаемого из России, или любых других видов природно ископаемого горючего. Поэтому, если немцам станет реально холодно, они просто пошлют куда подальше всех за русским кораблем своих зеленых и возобновят работу своих АЭС, которые вполне способны обеспечить Германию теплом на эту и многие будущие зимы, а также потребность электроэнергии, которую Германия получает благодаря переработке российского природного газа и нефти. Что же касается... Второй пункт был по поводу... Простите, напомните... Поддержки США, которая ослабнет в результате того, что США устанет от войны. Вы знаете, это пугалка, которая постоянно прибегает сторонники Путина в Америке, о том, что у американцев есть свои проблемы. И так пишут как правые, так и левые. Об этом очень много пишут. То есть в данном случае идеологически это никак не сказывается на американской палитре. Но до сих пор, как показывает опыт, и последний... Буквально вчера я получил опрос общественного мнения, который посылается по электронной почте. Я живу в округе Колумбия, но рядом со мной находится штат Мэриленд, и мой телефон имеет код штата Мэриленда. Поэтому мне автоматом... Я житель штата Мэриленда и присылает мне вопрос, считаете ли вы, что губернатор штата Мэриленда, кстати, республиканец Ларри Хоган, прав, когда он говорит, что мы недостаточно оказываем помощь Украине. Ну, для того, чтобы увидеть результаты опроса, я должен был нажать и сказать, что высказать свое мнение. Я нажал и увидел, что до сих пор 70% опрошенных считают, что Украине надо оказывать большую военную помощь. То есть американцы пока еще от этого не устали. Возможно, они когда-то устанут. Когда они устают... Ну, знаете, как разговор о том, что мы все умрем. Специфика заключается в том, что сколько мы до этого еще проживем и когда это наступит. Поэтому я бы... Пока нет оснований говорить, что американцы устали от помощи Украине. Когда они устанут, не знаю. Вы знаете, Алексей, вот бог свидетель, я готовила вопросы о международной политике, но я не могу сейчас не перевести тему. Дело в том, что я венечанка, и я вот сегодня утром приехала из родного города, из Винницы. Я знаю, что высказались и в том числе в правительстве США после того, как снаряд прилетел в наш город средь бела дня. Это был час пик, когда как раз в этом месте было очень много людей. И у меня погиб мой одногруппник, у моих друзей погибли родственники. У нас, ну, Винница, маленький город, мы практически всех знаем. И вот есть видео женщины, которая потеряла маленького солнечного ребенка, Лизочку, Ира. Мы очень все переживали, придет ли она в себя. Вот есть ее первое интервью. Давайте мы его послушаем, а потом я задам вопрос. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну вот она вспоминает о том, что мы просили закрыть небо, чтобы дальше нас не убивали, потому что Путин не остановится и пойдет дальше. И вот после того, как уже, ну, просто некуда правды деть, да, у нас говорят, бомбят мирные города, бомбят мирное население. Задумываются ли в Вашингтоне о том, что нам нужно оружие, которое поможет не просто защитить границы, где идет сейчас ожесточенные бои, а защитить всю территорию Украины. И если да, то какие результаты? И вот признает ли Америка Россию страной террористом? Ну, во-первых, я должен сказать две вещи. Венеция для меня лично, тоже не чужой город. Там недалеко от Венеции находится поселок городского типа Гнивань, где похоронены, где жили моя бабушка и дедушка, где похоронен мой отец. И где я, в самой Венеции я тоже жил, точнее, мои родители жили, я к ним приезжал. И для меня, вот я еще раз еще раз проигрываю такой сценарий, что я нахожусь в Венеции, и мне кто-то будет говорить, что русские ракеты будут обрушиваться на этот город. И вот для меня это сочетание, словосочетание почему-то именно с Венецией, не с Харьковом. Хотя, ну вот, для меня просто в голове не укладывается, или, как говорят, на Украине на голову не надевается. И это первое. Второе, понимаете, закрыть небо над Украиной, это очень красивая и очень хлесткая фраза, но для того, чтобы это сделать, закрыть всю территорию Украины, вплоть до Харькова и Донбасса, нужно, чтобы западные противоракетные системы, и зенитно-ракетные системы, были расположены на территории Украины. Чтобы западные, причем западные военные уже давно не воюют, как бы вот, как воевали храбрые воины в 19 веке, они воюют в комплексе, то есть самолеты, системы радары, системы создания помех, зенитно-ракетные комплексы трех уровней, высокие, высоколетящие, цели, летящие на большой высоте, на средней высоте и на низкой высоте, соответственно, трехъярусная система защиты должна быть включена. Все это непосредственно участие. западных военных в российско-украинской войне. Если они там появятся, то шанс... Донесом, что тут рассуждать, я могу, я очень хотел бы, чтобы это произошло, но это невозможно. Это невозможно, потому что это не поймет никто. Украина не состоит в НАТО, защита Украины не является юридическим обязательством для стран-членов НАТО. Помощь Украины – это добрая воля той или другой страны. И, в первую очередь, это, конечно же, должны делать европейские страны, потому что их касается это. В первую очередь, но они этого делать не будут. Почему? Я готов вам это говорить, но боюсь, что вас мой ответ, как и у меня самого, не устроит. Я знаю, почему, но мне не нравится мой ответ. Скажите, вот такая ситуация, которая произошла в Венеции, в Кременчуге, в Днепре, в Одессе, Николаев и Харьков – это города, которые обстреливаются ежедневно. Достаточно ли это для того, чтобы признать Россию страной террористом? Страной, которая спасает терроризм? Вполне, но я думаю, что это мало что изменит. Понимаете, я тут недавно кто-то задал вопрос, почему Соединенные Штаты до сих пор поддерживают, где-то в интернете я увидел этот вопрос, и там была большая политика, почему мы, Соединенные Штаты, до сих пор поддерживаем дипломатические отношения с Россией. И большинство ответивших сказали, что да, это абсурд. То есть мы сейчас можем разорвать дипломатические отношения, мы сейчас можем обрезать все каналы связи, и мы сейчас можем объявить Россию страной, спонсором терроризма. В реальности это уже нечего не изменит. Путин зашел слишком далеко для того, чтобы объявить, ну, прямо скажем, идеологические ярлыки, которые мы сейчас можем навесить, что-то изменят. с Путиным. Ну, я очень надеюсь, что в результате этой войны, которой, я уверен, победит Украина, с режимом Путина в России будет покончен. Знаете, у меня первый гость был военный эксперт, и в одном из своих интервью, Ниан, он сказал, что никто, ни Россия, ни Украина, ни Запад, ни Европа не были готовы к войне, которая сейчас происходит, ни финансово, ни физически, ни морально, что все абсолютно вышло из-под контроля. Вы с этим согласны? Абсолютно. Речь о том, что, ну, как бы, еще в начале 2000-х годов я вообще удивлялся, зачем Соединенные Штаты производят системы типа «Хаймерс», зачем существуют танковые войска, зачем существует тяжелая артиллерия, потому что битвы а-ля Сталинградская или Курская, их, они уже рассматривались как некий анахронизм, такой же, как стрельба из луков, когда люди ездят на повозках, запряженных камнями, и стреляют друг в друга из луков. То есть, отныне мы все считали, что, если и будут войны, то это будут войны типа войны с террористами Аль-Каиды, то есть, маленькие передвижные группы, которых надо вылавливать, которых надо уничтожать, и любопытно, что вот Хаймарс, которые применяют, которые пытались применять, допустим, во время войны в Ираке и в Сирии, они были абсолютно бесполезными, они были созданы для войны, которые уже, которые, как все считали, не будет, то есть, когда надо уничтожать крупные танковые колонны, склады с боеприпасами, склады с горючим, то есть, когда есть линия фронта, когда колонны тяжелой техники с одной стороны, с другой стороны сталкиваются друг с другом, и вдруг ужас, мы выяснили, что, оказывается, войны этого типа еще не закончились, и, но общая такая доминировавшая тенденция была такова, что Россия, пусть худо-бедно, но она потихоньку становится цивилизованной страной, не все страны сразу стали, ставшие на путь демократии, стали нормальными странами, мы имеем пример Пакистана, например, который, где президент регулярно меняется, но тем не менее нормальной страной Пакистан так еще не стал, но потихоньку, так сказать, она станет на нормальный код, потому что это столбовая дорога для всего человечества, но Путин доказал, что мы все глубоко ошибались. Вы знаете, что я заметила, очень интересно, и Путин, и Байден едут на Ближний Восток, правда, идут в разные страны, и интересы их совпадают, как вы думаете, кто победит? Иншаллах, победит Байден, но понимаете, в чем дело, как гражданин США, ну, все-таки для меня, конечно, Путин гораздо более антипатичен, но в целом Байден для меня намного симпатичнее, чем Путин, я считаю, что Байдена человеком, президентом, весьма вредным для Америки, врагом Америки, и поэтому я не тот человек, которому надо задавать этот вопрос, я не думаю, что поездка Байдена будет успевать, увеличается успехом, что он привезет из своего турне по Ближнему Востоку что-то типа нового, Кэмдейдом, но с другой стороны, сам факт того, что лидер одной из крупнейших стран НАТО, Эрдоуан, лидер, президент России Путин, и лидер Исламской Республики Иран, которая является шиитской, то есть, по идее, все три взаимоисключаемые, турки всегда воевали, турки всегда, сунниты всегда ненавидели шиитов, турки всегда ненавидели иранцев, между ними были всегда воины, и был очень недолгий период, когда Иран и Турция входили под угрозой со стороны Советского Союза в один и тот же блок, так называемый Багдадский пакт, и этот пакт продлился очень недолго. Вот, то, что эти три человека встречаются, свидетельствует о том, до какой степени отчаяния все они дошли, если они вдруг пытаются друг с другом договориться, и Россия собирается закупать у Ирана беспилотники. Это, понимаете, следующий шаг это будет, Россия будет покупать запасные части для своих атомных электростанций или автомобилей. То есть Иран никогда не отличался к неубийским прогрессам. И то, до какой стадии довел Путин в Россию, чтобы Россия закупала беспилотники у Ирана, все это свидетельствует о том, что этим ребятам гораздо хуже. То есть Америка сейчас переживает не лучше в мире, но то, что Россия, Иран и Турция находятся в настолько отчаянном положении, что они пытаются договориться друг с другом, это многого стоит. Большое вам спасибо. Я думаю, что в этот раз мы переносить на завтра ничего не будем, потому что мы великолепно раскрыли тему. Я ждала от вас такой очень хорошей правильной аналитики. Я думаю, до встречи уже на следующей неделе. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был Алексей Собченко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова